Соревнования по плаванию Мужчины соревновались на дистанции 4 по 50 метров, женщины 4 по 25 метров. Призеры определялись по общему времени команды, поэтому даже победа в своем заплыве не гарантировала победу в абсолютном зачете. Это соревнование как бы зачет спартакиада, у нас годовая спартакиада идет, и в этом году вот последний вид сейчас вот плавание и папа, мама и я. Ну, для популяризации этого вида спорта, для укрепления здоровья. Заплыве мы заняли первое место, но чуть-чуть по времени проиграли, в призы не попали. Одна из основных целей это популяризация плавания в нашем районе, так как у нас существует бассейн, поэтому мы обязаны просто популяризировать этот вид спорта. Слава богу, у нас все получается, дети занимаются в дюшах, ну и как мы видим, уже по сегодняшним соревнованиям районный этап спартакиада проходит на должном уровне. Борьба зайдет за третье место между командами сельских поселений Белоомут, Газопроводская и командой сельского поселения Остаповская Матыра. Поэтому сегодняшний вид один из самых важных и будет известен бронзовый призер спартакиада. По итогам эстафеты у мужчин третье место заняла команда Луховицы-2, вторыми стали пловцы из команды Факел-1 газопроводского поселения и победителем в абсолютном зачете стала команда Луховицы-1 городского поселения Луховицы. В личном зачете также успешнее других выступили спортсмены городского поселения Луховицы. В итоге у мужчин третье место занял Валерий Жигаленков, на втором месте Кирилл Челноков и лучший результат на дистанции 100 метров у Андрея Филатова. Все спортсмены представляли команду Луховицы-1. У женщин места распределились следующим образом. Третий результат на дистанции 50 метров показала Анастасия Мурашова, команда Луховицы-1. Второе место заняла Таисия Кафанова, Луховицы-2, и победительницей стала Виктория Молодченкова из команды Луховицы-1. Награждение призеров соревнований по плаванию с вручением медалей и почетных грамот прошло в спортивном зале. Я всегда рада, когда меня приглашают на соревнования. Я всегда рада, чтобы поучаствовать. Мне очень приятно. Для нашего городского центра это первое участие в первой сфере района по плаванию. Поэтому для нас они были значимы. Мы хотели проверить свои силы, возможности. В основном выступали у нас спортсмены из детско-спортивной школы и из предприятий. Таких как Оэроскамик, Диаскан и учебных образовательных школ 10 и 1. По итогам районной спартакиады третье место заняли спортсмены газопроводского сельского поселения, вторыми стали спортсмены из фруктовой и первое место в общекомандном зачете заняли спортсмены краснопоймовского сельского поселения. Остается пожелать всем спортсменам Луховицкого района улучшить свои достижения в будущем году и достойно подвести итоги этого года. Андрей Иларионов, Герман Беляев, телеканал Ринг.